Путин заявил, что у России друзей больше, чем врагов. Ну, это смотря что считает Россией. Путин-то себя считает Россией. И я уверен, что у него врагов больше, чем друзей. А если считать Россию страну, которую выработил Путин, то, конечно, у России больше друзей, чем врагов. Захарова заявил, что деноцификация в Германии не завершена. То есть, они теперь еще Германию деноцифицировать будут. Ну, я так понимаю, что они Шульц пугают, чтобы он ракеты своей Украине не давал. Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян. Ну, посмотрим. То ли это обычный указ, который он стал подписывать по поводу сборов с недавних пор. То ли, значит, что-то готовится. Но в любом случае не будет всеобщей мобилизации. Происк РФ внесло в Госдуму законопроект о списании процентов по кредитам, которые начислялись в процессе кредитных каникул для участников войны Украины. То есть, представьте, ситуация какая. Они объявили кредитные каникулы для тем, кто ушел воевать в Украину. Ну, кого Путин туда отправил. И кто брал в банках деньги. Ну, вот банкиры всякие там Костины и прочие, и прочие. Говорят, слышь, ребята, вы что сделали-то? Они нам не платят. Денег нет. Давайте из бюджета это компенсируйте. Об этом идет речь, понимаете? А не о прощении, долгов, о том, чтобы компенсировать это из бюджета. Чтобы всякие Костины там, или как их там, чтобы они нормально себя чувствовали. Чемизов объяснил, почему Армату не используют в зоне СВО. Можете себе представить? Знаете, почему? Армата намного превосходит существующие танки по своим характеристикам. Но в ходе СВО вряд ли будет использована из-за своей высокой стоимости, заявил Чемизов. Но это обоссаться. То есть нет никаких арматов. Есть там несколько штук, из которых гидражка вся вытекала, помните? Их там пытались лечить. Они рассказывают, что они вот дорогие, поэтому их там не используют. Да не потому их не используют, а потому что они не в состоянии наладить производство. Это как, я помню, Крохин покойник, когда он у меня помощником работал, а я тогда вегетарианцем был. И ему говорят, а почему мальчик мясо не ест? Он подумал, говорит, дорого. Так вот и здесь. А почему арматы не производят? Дорого. Да не дорого, а просто негде их производить. Они могли несколько штук собрать на коленке, чтобы их на конвейер поставить условно. Потому что, конечно, конвейер для танков. Ну, кстати, в советский период, во время Второй мировой войны, вы видели, был на самом деле конвейер для танков. То есть и на Сталинградском тракторе, после уже освобождения Сталинграда, и на ЧТЗ, и на всех остальных предприятиях были такие. Ну, псевдо, конечно, конвейер, то есть ставили в корпус без башни, он и без ничего, ставили двигатель, да, гусеницы натягивали, и танк начинал двигаться. И уже везде там краном башню насаживали, там то делали, уже, то есть такие работы проводили, он проезжал и уже выезжал. Ну, это такой псевдоконвейер, но он работал, да, а у этих, какой конвейер, что у них там армата на Урал вагон в заводе там собирали, как с таким грехом пополам сделали, платили людям бешеные деньги, чтобы они сделали, чтобы эта армата не сломалась на параде, и все равно они сломались. Армата всего шесть штук, они не помогут, хватит других танков. Да, армата смешно. Ну, какая армата? Вот, посмотрите, значит, сейчас российские авиакомпании могут прекратить полеты на самолетах Ан-2 на кукурузниках из-за проблем с поставками импортных запчастей. Можете себе представить, для Ан-2 у них запчастей нет ни хера, импортных запчастей в Ан-2. Я уж не говорю, там, во всех этих Су-57, там, во всяких этих Су-35, так далее, везде импортные запчасти. А тут еще в Ан-2. Они Ан-2 не могут выпустить, не то, что какие-то там арматы. Медведев назвал переговоры с нынешними властями Украины невозможными. Да, и если вы имеете в виду действующую власть, то ответ короткий – нет, не смогут. Таких людей там не было, нет и не будет. Это вот про Украину. Да, но самое главное не это. Самое главное, смотрите, как выглядит этот Медведев. Ну, это же обоссаться. Это вот он там выступал на этом форуме. Вот, смотрите, штаны такие стал носить, как у Путина. Тоже по неходу, похоже, одел. Вот. Так, эй, Медведев хотел я показать. Рожа такая в таком френче синего цвета, блядь. Представляете, председатель Мао, не меньше, рожа такая опухшая. Да, это просто клоун натуральный, блядь. Вот он тут стоит, какие-то карты там рассказывает. Такой шпингалет рассказывает о том, с кем они будут там договариваться. Сказал, что абсурдный план Зеленского, да, что формула Зеленского, нынешние киевские власти выдвигают дурацкие идеи вроде формулы Зеленского. При этом тот понимает, что они, да, что они работать не будут. Они для этого и делают, чтобы вы на это не согласились. Да, понятно, что вот такой придурок, Медведев, удивительно. Представляете, какие превратности судьбы, совершенно невероятные, да. То есть, вот этот вот Крендель, да, вот Зеленский, Зеленский работал клоуном, теперь работает президентом. А вот этот президентом работал, а теперь работает клоуном. Представляете, вот то есть устроили вместе с Путиным цирк злых лилипутов, да, и вата нормально это хавает. Вот представьте, вот такой вышел, еще раз прям показываю. Ну, я бы обоссался там от смеха, вот такой вышел на сцену, вот такой придурок, блядь. Я бы ржал до потери сознания. Просто я подумал, что это какого-то выгнали фрика, клоуна, чтобы он поразвлекал нас своим костюмом и своими глупостями. Вениамин Смеев, добрый вечер, Вячеслав Вячеславович. Когда в январе 21-го на Пушкинской я раскачивал много раз в самой гуще событий лозунг «Путин-убийца» Навалинские смотрели на меня с опаской и упорно отмалчивались. Точнее кричали «Путин вор» и не более. Нужны были три года, чтобы смысл им стал очевиден. Да, и нужна была потеря Алексея, но им смысл стал очевиден, а действия до сих пор не очевидны. Они отрицают насильственные действия и согласятся с ними только тогда, когда сами будут изнасилованы уже до нельзя, до конца. Поэтому, вы же видите, они не видят дальше своего носа. Они приходят к тому, к чему мы пришли сейчас, к тому, к чему мы пришли десятилетия назад. Ну, то есть, что я могу сказать, это нет, неисправимо. У нас нет столько времени ждать, когда они попрозреют. Мы должны действовать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!